Нет, я факт сказал, что в России проблема. Какая проблема? Ну, как людей привезти в Россию на голосование? А зачем? У них проблема такая. А, у них проблема? Да. Как привезти людей? А как вы относитесь к этому? Кому? Голосованию. К этому. Ну, понятно. Вообще, по обнулению нашего великого, да? Вы только вот одно, блядь, запомнили. Обнуление, обнуление. А что там нормального сделано в этой конституции нового? Вы вообще не видите. Вы только вот это обнуление вам... Да никто там не читал. Ну, блядь, грезет, нахуй. Или что? Не читал. Блин, гонос вас прохватил от этого, что ли? Вот обнуление. Ну, и пускай будет обнуление. Да мне вот похеру, блядь. Ну, обнуление, что Путин обнуляется. Да, ну и что? На пожизненных. Все равно сейчас пока нету нового президента, замены нету. Вообще нету людей. Ну, как нету людей? Которые 25 лет здесь прожили. Строго в новой конституции читать надо. Больше 100 миллионов у нас нет некого поставить. Нету таких, потому что есть все эти гондоны, которые штопанные, чубайцы, что ли, избирать будут? Да, блядь, чубайцы. У нас молодежь есть. Венедево. А Венедево это вообще, нахуй. Ну, например, Вячеслав Жуковский хотя бы. Дмитрий Потапенко есть, экономист такой. Вячеслав Жуковский. Есть Жириновский, вот один, блядь. Больше нету, не вижу кандидатов. Ну, так их не показывают нормальных-то. А при чем американцы? А при том, нахуй. Ну, при чем? Это Россия. Да Америка, нахуй, уже около России. Граница стоит, нахуй. В Грузии, Америка, везде Америка. Вы, блядь, как это? Вы спите, что ли, блядь, нихуя не видите? Я не вижу американцев. Я не вижу, что... При Балтике американцы, нахуй. Ну, и пусть там. Ну, вот. Ну, ничего страшного. Они нам не мешают. Как не мешают? Они на нас не нападут. Никогда. Никто на нас нападать не собирается. Да ладно. Это вы так думаете. У нас сейчас развалится путиномика вся. Короче. У вас ничего не развалится. Ну, как не развалится? Ну, в деревне чего у тебя развалится? Нет, ну, вы посмотрите вокруг себя. Да, уже дальше ниже-то некуда разваливать. А, ну, только с этим согласен. Там уже, блядь, все развалили. То, что вот какой-то фонд создал, ну, Путин что? Создал, качает. Деньги есть, нахуй. Вот и все. Ой, ребята, вам все Америка мешает. Вот нам, блядь, привыкли русским всем мешают. А может, как пословица говорит? Хиромну танцору и ядца мешает. Мне они, нахуй, не мешают. Ну, за лужей они уже не отсидятся, нахуй. Где? За лужей. Через океан называется. И что они? Да они живут себе и живут. Себе в радость. Ну, вот сейчас в связи с коронавирусом Трамп по тысяче долларов просто выделил людям. Понимаешь, просто так дал все по тысяче долларов. Никому он не дал. Это вам, блядь, тоже... Ну, это СМИ. СМИ сообщают. Ну, что я выдумал с головы, что ли? Трамп, блядь, дал. Макрон тоже там выделил своим. Макрон? Да. Тоже бы поддержку народа выделил во всех странах. А у нас сейчас что, еще? И ж цены добавят только в магазинах, я думаю. Все. Высосут последние. А цены добавят. Не государство виновата в этом. Второй день в Супнук спрашивает. В магазине ничего, как не менять. Сегодня утром пошла. Это что у нас, царь, ни при чем, как всегда, да? Хабросы, я разгружаю, в машине удовольствие. Опять, я, это, сам, укропы, я, это, сам, продукты, все, все. Все так же идет, как работает. Люди работают, деньги зарабатывают. Ну, купить, она испортится. У Путина только одна ошибка. Пенсионная реформа. Зачем он ее трогает? Да это ладно. Но у него ошибка. Каждый день ошибка. Все вообще началось. Да это не Путин. Кто работал, хоть до 80-х. Пусть там работает. Артисты все работают. Да пожизненно. В театрах. Не, а кто виноват, если не Путин? Он подписал. Он подписал. Вот мужчина, правильно говорит? Он же царь, понимаешь? Вот это его единственная ошибка. Вы, мужики, поймите, без него коробку спичек не продать. Да ну, продают. Это его, это его идея о повышении возраста. Его инициатива, понимаете? Это его инициатива. Чего? Путин, это инициатива такая. Это его хотелка. Повысить пенсионный возраст. Это не он хотел. А кто хотел? Медведев. Ёб твою мать. Ты уж не путай, блядь, Путин и Медведев. Но Медведев кто такой? Премьер был. Премьер всего лишь. Медведев был. Он президентом был тогда, а хотел повысить реформу, когда был президентом. 5 лет. Если бы он тогда хотел, он повысил. Не сделал. А Путин запретил. Запретил ему тогда делать. Нет, ну вы. Хотел он сделать, тогда я еще сделал. Нет, просто идите в соцсети и сказали. Сидите. Путин в соцсети. Да ты будешь болтологию даже не захочешь. Ну какая болтология? Вот смотри. Путин говорил в 2000-м, пока я у власти, я не повышу возраст. В 2004-м одной тоже, в 2008-м тоже. Каждый год он говорил, пока я буду президентом, возраст не повышу. Это что? Я выдумал. Телевизор смотрите хотя бы, зомбоящий, ваш любимый. Ну вы тебе и говорили. Вот сейчас. Это единственная его ошибка. Сейчас. Единственная. Сейчас эту конституцию дополнения примем. И все. И все. И там действительно он начнет править. А то ему, блядь, еще и не дают править. И что, 20 лет не давали править? Конечно не давали. А остаток жизни подымет Россию? За 20 лет денег в Америку утекло. А кто их туда? Кто их туда? Америка. Блядь. У нас что, Трамп президент, что ли? Я не пойму вас. Да не Трамп президент. А кто? У нас был Ельцин президент, который все Америке отдал. Так Ельцина уже сколько нет. Ну и что? А мы забрать назад не можем. По конституции даже. Конституция-то американская была. Вы, блядь, вы немножко хоть туда-то обратитесь. Ну сейчас. Я ничего не мог сделать. Вот все эти ресурсы и недра принадлежали Америке, а не нам, блядь. Козлам, блядь, старым. А по идее, все народу сейчас будет принадлежать. Ой-ой-ой. Вот тогда будем немножко дышать. Ладно, посмотрим через год. Мы встретимся здесь, мы в больнице. Да, встретимся еще. Пролежим еще годик. И какое ваше мнение будет? Через год. Через год Путин и сам не пойдет в классе. Кого? Он сейчас не пойдет в классе. Он же под себя Конституцию писал. Под себя. Путин. Да, просто. Чтобы остаться на вечер. Вот эта Конституция пишется не под человека. Конституция пишется под людей, которые будут управлять Россией. Да, вот под людей написали. И под нас, долбоебов, разпиздяев, которые в деревне живут. Он под себя, е-е-е. Что денег читает нас? А что все-таки вбросы, фейки эти идут? Ой, короче, ребята, фейки, фейки. С вами что, блядь, с табуретками разговаривать? Короче. Да, с тобой это то же самое. А что? Что с табуреткой больше? Ну, ты такая же табуретка. Чего диалог вести дальше-то? Чтоб стенку горохом.